Добрый день, дорогие друзья! Всех приветствую на канале Баженит и Омская область. С вами ее ведущий Влад. Поздравляю сегодня всех мужчин, защитников Отечества с праздником. Все, кто служил, будут служить или служил долгих лет жизни и здоровья. Продолжаю я серию иллюстраций книги Санькова «Саргатское притяжение». Хочу сразу передать привет отдельно Бюргеру, Казаху и Хай Иван. Бутен Морген. Продолжим. На 71-й странице. Короче, мне не нужно придумывать никаких сценариев. Просто достаточно открыть книгу и читать. В этой книге рассказывается и описано, что происходило на нашей земле, в Саргатской, в 18-19 веке. Но когда начинаешь читать, понимаешь, что все, что происходило, все касается сегодняшнего дня. Сейчас мы находимся в поселке Саргатское. И на 71-й странице упоминается Морозихин мост. Значит, вкратце. Значит, Саргатское поселок одного возраста с Баженово. По течению реки расположены улицы. Сейчас эта улица называется Советская. Значит, в 19-м она называлась Чушкина улица. Постель населения не была такая большая. Но жило довольно мало народу. Но была населена. Морозихин мост. По этому мосту там есть целая отдельная легенда, по которой нужно отдельно читать и рассказывать. Сейчас я покажу. Сейчас зима, не так интересно, но летом будет гораздо лучше. Повторюсь. Вот современное исполнение этого моста. Вот речка Саргатская. Буквально в 300 метрах располагается казенный мост. Что такое казенный мост? Это улица Трактовая, по которой проходил Сибирский тракт. И при переезде, пересечении реки был сделан мост казенный. Он был государственный, он обслуживался. А это Борозихин мост. Меньше грузоподъемность, но гораздо более интереснее с моей стороны. В настоящее время этот мост новодел. В начале 2000-х он был сделан. А старый мост, буквально в 10 метрах, если пройти сюда, пошли сходим. Я на дороге, на проезжей части. Мост односторонний. И с целями безопасности хожу в жилете. Здесь одностороннее движение. И преимущество движения в одну сторону. Чтобы не было никаких лицессов, лучше соблюдать правила дорожного движения. Что осталось от Морозихиного моста? Мы можем увидеть вот эти вот лиственные столбы. По весне речка полноводная. Было такое и не раз, что сносило вот эти вот столбы. И вся речка запружена. Получаются перепады высот. Местами речка достигает глубину двух и более метров. А значит, в некоторых местах ее можно буквально вброд перейти. Место довольно старое. И для тех, кто занимается поиском и краеведением, очень интересное. Здесь удобная площадка асфальтированная. Можно в любой момент остановиться здесь, поставить машину и позаниматься ловлей. Не вооружаться большим ядимовым, а достаточно 230 килограммов. Потому что вдруг что-нибудь там примагнитится такое, что невозможно будет поднять. Что можно будет одевать сапоги и его оцеплять. Ну, что из железа здесь можно поднять. Ну, что может. Топоры там, значит, какие-нибудь инструменты. Ну, а если с более серьезным прибором здесь можно походить. Ну, этому нужно будет искать объяснение. На казенном мосту-то можно там объяснить, что ищешь ключик. А здесь посложнее. В свое время, в начале 2000-х я... Почему знаю, что это место очень интересное. В начале 2000-х я колыбик здесь пахал, вот эти вот огороды. Грунт здесь очень интересный. Трактор пашет землю. Пуг заглубляется, а трактору вообще не тяжело. Культурный слой огромный. Ну, сантиметров, наверное, 50. Пуг даже до материкового слоя не достает. Про весне, конечно, еще раз сюда придем. Покажу и расскажу. Еще раз посмотрим, где располагался здесь морозиким мост. Вода сейчас идет и пребывает. Я и дальше буду снимать и иллюстрировать вот эту книгу Санькова. Сангатское притяжение. Кому что интересно, это звук для меня. Кому что будет интересно, спрашивайте, я расскажу. Если понравилось мое видео, значит, подпишитесь и поставьте лайк. Ладно, друзья, пока. Продолжение следует...